На минуту или две прерву, раз вы уже сказали, мы верили, и верим, что это событие было, тогда я попрошу Дэви Аркадьева дать свой комментарий на тему матча смерти, да, и Владимира Шинкарюка. Во-первых, я благодарен и Господу Богу, и судьбе, которые меня всё время вот сводили с людьми, и буквально в 2005 году я получил презент от Владимира Ильича, пристайка, земля ему пухом уже, но это человек учёного склада, проработавший в своё время и в КГБ, и в СБУ, который издал в 2005 году книгу «Чебуф. Матч смерти». И самое главное здесь документы свитчат. Я процитирую буквально три строчки человека, который достаточно хорошо известен не только в Украине. Это Семён Глузман. Вместо послесловия. Зачем нам в 2005 году такая далёкая от нас правда? К чему нам ещё один разбитый в дребезги сосуд советской эпохи? Ответ прост. Мы, украинцы, учимся жить в свободе, а мифами защищают свой быт и свой мир лишь малые дети и рабы. Но это идеология, да? А реально, а факт? А факт заключается в том, что здесь в этих документах тоже есть документы, которые были исследованы, начиная с 1943 года, с первых допросов. Факт заключается в том, что в оккупированном Киеве было 11 матчей. И матча смерти как такового не было, потому что после 9 августа был ещё матч 16 августа. Но мы же не... А кто играл? Играла команда «Старт» во всех матчах? Команда играла «Старт» и команда, которая называлась команда украинской полиции «Рух». Был во время войны «Рух». Но, кроме того... Но не все 11 матчей же играли, они... Нет, конечно, нет. Они играли с немецкими частями, они играли с венграми, они играли между собой. И, кроме того, я думаю, тем, кто не знает, интересно будет узнать, что в оккупированной Одессе было две команды футбольной «Глории» и «Виктория», которые тоже играли. И однажды между собой должны были встретиться команда «Старт» и Николай Трусевич земляем упухом. И я преклоняюсь перед талантом Безрукова. По-моему, он сыграл блестящий Трусевича. Да, вот этот такой весёлый одессит, так сказать. Я должен сказать, что Николай Трусевич работал вместе с моим отцом на одном хлебозаводе в пекарне пекарями. И потом Трусевич пошёл в футбол, отец в бокс. И более того, с дочкой Трусевича я однажды свела судьба встретиться в Балтиморе. У него внучка живёт в Балтиморе. И Трусевич хотел организовать матч в Одессе между «Стартом» и одной из одесских команд. Они собрались, договорились с машинистом, что их повезут. Но Трусевич, как мне рассказывали участники, а мне приходилось беседовать буквально со всеми, кто выжил в этих матчах, они сказали, Коля выпил, не пришёл, и мы не поехали в Одессу. Но, значит, 11 матчей было. 11 матчей было. В фильме это тоже всё показано, что были разные, но вы говорите, но не было одного конкретного матча смерти. Не было. И я вам должен привести просто фотографии. Ну, это же... Ну, хорошо. Фотографии, короткий сюжет. Я потом ещё, если будет возможно, скажу о Швецове, потому что мне не понравился его образ в фильме, но вот... Вот вам, пожалуйста. Человек, который его сидел. Не понравился. Он в жизни... Мне пришлось его опекать последние его годы жизни, когда ему было уже за 90. Он был одиноким человеком. Его хоронили буквально 5 человек. И, перебирая его фотографии, я потом покажу его альбомы, что это был за человек. Представитель интеллигенции, образованнейший, владевший немецким языком, осуждённый на 15 лет за сотрудничество с немцем, потому что дворнику захотелось въехать в его квартиру. Потом ему дали 10 лет, а потом в 96-м году его посмертно реабилитировали. Так вот, одна из фотографий, когда я был у него, перерывался. Вот фотография. И я говорю, что это такое? И Швецов, улыбаясь чуть-чуть, Георгий Дмитриевич говорит, это же ваш матч смерти. Вот они, вот немцы, вот мы, вот, говорит, вот они все. Назвал поимённо. Вот это один просто из фактов. Таких фактов много. Владимир Шенков.